Эльза Яковлевна Медведева, много лет руководившая в Самаре детским научно-астрономическим обществом, передала в Городской музей космоса уникальный оптический аппарат планетарий Карла Цейса модель 1. Он проецирует изображение звездного неба на темный купол. В этом году аппарату исполняется 100 лет. Этот аппарат, конечно, уникальный. Это оптический аппарат, оптический. Вот если посмотрите, я его принесла. Вот так он устроен. Вот этот шар и вот он у него трубит. То есть оптика. И поэтому на небе очаровательные созвездия. Не просто как есть, но дубные планетарии. Чтобы оказали содействие в процессе передачи оптического аппарата музею, Эльза Яковлевна обратилась к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Однако помощь уже оказал городской департамент образования. Когда в Самаре построят планетарий, а это запланировано на 2024 год, аппарат Карла Цейса передадут туда. Слава Богу, мы добились решения строительства планетария в Самаре, начинается. Средства из федерального регионального бюджета выделены. Вот Эльза Яковлевна пришла сегодня с идеей, как еще лучше сделать это. У нее сохранился уникальный телескоп, которому исполняется в этом году ровно 100 лет, еще ЦСовский. И она предлагает этот замечательный телескоп передать пока в Самару космическую, ну а затем после строительства планетария уже туда в планетарий. Ну пока Эльза Яковлевна шла ко мне на прием, проблема решилась, так бывает нередко. Ну и в этом году есть ее предложение, мне оно тоже казалось интересным, провести такие торжества, учитывая, что этот ЦСовский телескоп ему в 2023 году ровно 100 лет. А вот Галина Протопопова пришла на прием к депутату, поскольку дом, где у нее есть комната в коммуналке, признан аварийным. Ее переселяют в квартиру в новостройке, но в отдаленное от центра район. И хотя вместо прежних 17 квадратных метров женщина получила квартиру площадью 34 квадрата, ее не устроила планировка и метраж жилой комнаты. Своя ванна, изолированная квартира. Я все это понимаю, ну дайте мне 16 метров хотя бы комнату с жилой. Значит дайте, у вас 17 метров, вы приезжаете в 3-4. На приеме присутствовали представители департамента управления имуществом Самары, которые предоставили документы, однако жительница все равно не согласилась с метражом. Но решение было найдено. Прямо сейчас с приемом есть сотрудника департамента управления имуществом. Она отправилась в новую квартиру, которую предоставляют для того, чтобы на месте все промерить самой и отфиксировать, отфотографировать. От этого будем дальше отталкиваться. Если все-таки этот метраж жилой площади соответствует нормам, она переезжает туда. Также среди обращений граждан недовольство работой управляющих компаний, оказание содействия в газификации и другие вопросы. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, События.